Микс Ньюс. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Председатель Совета Балтийской Международной Академии Станислав Буков у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Да. Вот как вы поживаете, во-первых, в это тревожное время? Ну, школы вернулись к обучению очно. И сегодня министр здоровья сказал, что сейчас нужно сделать все, чтобы все-таки как можно дольше вот этот процесс очного обучения вот в школе продолжался. Что у вас в УЗИ, я думаю, старейших, негосударственных УЗИ в Латвии происходит? Конечно, мы тоже вернулись к очному обучению для тех групп, с которыми это возможно, потому что, например, иностранцы, особенно из третьих стран, их количество, которое въезжает, оно очень маленькое. И в процентах это примерно 25-30 процентов смогли только въехать. А учитывая, что в прошлом семестре это зимний прием, они вообще не смогли въехать. Поэтому, конечно, мы пытаемся им сейчас давать на удаленном режиме занятия, которые позволяют им все-таки чувствовать свою принадлежность к университету, чувствовать то, что они начали обучение, они вложили деньги 6-7-10 месяцев назад или даже в прошлом году и оказаться в подвешенном состоянии. Хотя, конечно, какая-то часть из них просит вернуть деньги, и мы их возвращаем, если причины достаточно уважительны, потому что эта беда затронула все страны и всех людей. У вас было довольно много, ну, так, по центру соотношения иностранных студентов. Да, у нас было почти 15% иностранцев, это хороший результат, это на уровне хороших мировых стандартов, и это важно, потому что обучение в университете, если вы посмотрите критерии мировых рейтингов, то вы всегда увидите те там критерии интернационализации. Это очень важно для обучения именно в режиме очном, дневном обучении, потому что это позволяет разным людям из разных стран с разными подходами, с разной философией, с разными возможностями и вариантами отстаивания своих мнений работать вместе, работать в команде. А это сразу еще один критерий, возможность работать в международных командах, что было очень важно и, надеюсь, и останется важным для будущих периодов после коронавируса. Да, ну, я знаю, что у вас еще прием продолжается, об этом несколько попозже, но вот сложилась такая ситуация из-за пандемии, что фактически из Сирии никто никуда, то есть уехать невозможно, и те выпускники школы этого года, которые, может быть, думали об учебе за границей, остались в Латвии. Это как-то повлияло на количество студентов, к примеру, ваш вуз тоже, я так понимаю, выбирают те, кто решили не уезжать. Да, это повлияло, хотя, скажем, железный занавес коронавируса, все-таки некоторые умудряются пробить. Вот к нам приехало примерно 15-20 человек, тех, кто из Евросоюза по программе «Эразмус». Это пустили все-таки. Ну, вот они, каждый пробирался, проходил здесь самоизоляцию 14 дней, мы это выдерживаем, хотя иногда некоторые появлялись. А вот я приехал и приходят в приемную комиссию. Здравствуйте. Наши им говорят, как, вы же должны 14 дней быть. А в аэропорту мне ничего не сказали. Некоторые добираются через Германию, некоторые добирались через Белоруссию, но в этом году, например, вернулись только в конце августа, у нас почти 20 человек, наших студентов, которые в Италии были на практике. Тоже по возвращению они прошли самоизоляцию, вроде бы все нормально. И это, конечно, повлияло на движение студенческих масс или абитуриентских масс. И большинство остались здесь, и это сразу привело к тому, что среди, граждан, не граждан, жителей Латвии, большее количество пошло в УЗы, чтобы не терять время, не терять запал, тот, который позволяет продолжить обучение после школ. И по ряду программ у нас рост от 10 до 20 процентов поступивших из Латвийской Республики. Будут ли они учиться весь период, мы пока не знаем, но мы и сегодня говорим, не теряйте это время, пока есть еще возможности, пока вы можете использовать время, как говорят итальянцы, правда, относительно экономических кризисов. Кризис – это время учиться. Вы можете повысить свою конкурентную способность именно в это время и не потерять это время, считая, что это вот кризис, и я ничего не делал. Поэтому можно еще поступить, и есть программы, которые даже для нас в этом году стали неожиданно лидерами, они всегда были программами большими, а в этом году просто выдвинулись на первые места. Так, что же это? Например, психология. Психология в этом году на первом месте по количеству желающих учиться. Да, у нас хорошая, классная программа психологов. Видимо, апокалипсис под названием COVID-19 сыграл свою роль. Но это я понимаю, что мы только так как бы спекулировали. Нет, это правда. Потому что люди почувствовали, что психология, психологическое настроение, психологическая ситуация, она нуждается в профессиональных подходах. И они поняли, что это то, что будет перспективно. Мы много лет говорили, что психология – это наука 21 века. А у нас ведутся и научные исследования в Академии. А вот сейчас оказалось, что да, коронавирус быстро ускорил понимание, что без психологии, без проблем, которые нужно решать, им профессионально. Этого не может быть. Поэтому вот психология на первом месте и бакалавриат в первую очередь. На втором месте на сегодняшний день у нас программа туристическая. Это тоже удивительно. Это удивительно, потому что туризм и гостиничный бизнес сейчас оказался в самом таком уязвимом положении. На фоне той ситуации, которая в Латвии с туризмом, да и в мире с туризмом, всё равно есть понимание, и оно правильно. Я иногда шучу и говорю, ну да, до коронавируса у каждого работающего в туристической сфере примерно полтора миллиарда клиентов. Это примерный поток туристический. Ну а сейчас, ну будет миллиард. Вам не хватит миллиарда? Вот это полутора. Может быть, такой вопрос, который часто, может быть, задают друзья, знакомые. Вот имеет значение сейчас для студента, вот он уже калькулирует, может быть, это цинично будет звучать, но он уже калькулирует, что будет на выходе, какую зарплату, ну так условно говоря, он сможет получить, или всё-таки в первую очередь вот та дисциплина, та профессия, которая лежит по душе, или всё такое расчёт имеет место? Ну вот, если это программа, например, психологии, там на третьем, четвёртом местах, допустим, ещё дизайн, в основном, это как болезнь, я хочу быть психологом, я хочу быть дизайнером, то есть это внутреннее побуждение и желание человека. А финансовом доходе сейчас… Это уже в следующем. Конечно, все помнят притчу о американских психологах и психотерапевтах, что это как священник на всю жизнь или как банкир на всю жизнь, и деньги из тебя выкачиваются немеренные, и психологи почти как юристы по доходам. Но в нашей части мира этого ещё нет, поэтому выбирают, потому что хотят быть. Так же, как хотят быть физиками, химиками, математиками. Примерно такая же ситуация и у дизайнеров. Они тоже хотят быть дизайнерами, хотя не все могут стать дизайнерами. Вот по туризму здесь есть всё-таки понимание, что само стремление, желание людей путешествовать, посещать другие страны, заниматься в том числе и деловыми связями, и многие из них всё равно лучше в личных беседах. Это всегда подчёркивалось, наверное, это останется чем там, по Zoom, Sky, чему угодно. И есть понимание, что всё это ещё вернётся, и что всё-таки туризм не самая высокооплачиваемая сфера, в которой есть, и это по всем данным было и до коронавируса. Но это гарантировано. Кроме того, думаю, что уже многие знают, что, например, наши выпускники, которые владеют тремя языками минимум, они очень востребованы в европейской регионе, потому что здесь туризм – это какие языки? Русский, немецкий, английский. Если знаешь эти три языка, значит, 90% клиентов твоих. Это очень ценят гостиницы, туристические компании. И здесь есть ещё… Плюс ещё профильное образование, да? Да, конечно, это ведь вариант карьеры. Кроме того, у туристов есть ещё одна особенность, которая в этом году была нарушена коронавирусом очень серьёзно. Они уже после первого курса могут ехать на профессиональные практики. Чаще всего это Испания, Италия, Германия, Греция, Кипр. И на летний период. И зарабатывать там довольно приличные деньги. Но это всё аккредитованные программы, чтобы эти аккредитователи понимали. Да, конечно. У нас нет… Нет, у нас есть одна программа новая, которая ещё не аккредитована. Это академическая юридическая магистратура. Но она пойдёт на аккредитацию в соответствии с периодами, установленными в министерстве. Значит, вы чувствуете, что вот эта академическая юриспуденция, она востребована, да? Вот сейчас. Не имею в виду именно в пандемии, а вообще как на перспективе. Вообще, если сравнивать, на сегодняшний день, ведь параллельно с реформой в высшем образовании и, к сожалению, с явно затянувшимся периодом реформ в высшем образовании и аккредитации, ведь последние полноценные или масштабные аккредитации были в 2013 году, а сейчас 2020 год. То есть, 7 лет мы находились в предчувствии или в мелких различных реформах, которые не заканчивались аккредитациями. Это была политика государства. И это мешает. А параллельно шла и идёт реформа системы юридического высшего образования. И мне там далеко не всё нравится в этой реформе. И если до этого был, например, программа второго уровня, называлась, заканчивалась квалификация юрисконсульт. Сейчас есть первый уровень, то есть это колледж, два с половиной года. После этого есть, это профессионально, это помощник юриста. Дальше идёт академический бакалавриат, поскольку программы юрисконсульта профессионального просто исчезают из возможных в Латвийской Республике. А дальше идёт или академический магист с присвоением магистрской степени, или профессиональный. Но для того, чтобы закончить профессиональное, на выходе надо будет сдать общенациональный комиссии единой реально государственной экзамен на присвоение квалификации юрист. И это вряд ли даст тот результат, на который рассчитывали, что вот это повысит качество для того, чтобы люди могли работать, ну, например, адвокатами, судьями, прокурорами. Для этого нужна квалификация юриста. Поэтому сейчас, и когда задают вопрос поступающим, а вот чем отличается академический бакалавр от профессионального? Вот вы знаете, но этого не знают даже сами разработчики. Мы знаем только одно, что профессиональный продолжался 4 года, академический 3 года. И 4 года позволяли проходить профессиональные практики. То есть они приходили в различные фирмы, ну, на различные должности. Смотрели, как это работает. Немного ли вообще перемен вот в этой высшей школе образования, потому что мы успели чуть обменяться буквально несколькими фразами и до эфира, и получается, все время вот нам приходят экономисты и сетуют на то, что у нас постоянно вот перелопачивается налоговая политика. Это понятно. Но я так понимаю, что в высшей школе реформ не меньше. Не успевая закончиться одна, сразу другая. Опять открыт закон о высшем образовании или о высшей школе в Сейме. Идут дебаты уже, которые месяц весны сейчас продолжаются. Параллельно мы знаем, какие процессы были связаны с языком, и даже было решение Конституционного суда. Рано или поздно министерству придется тоже вернуться к этому языковому регулированию. Не много ли вообще реформ? Ну, я уже сказал, что если мы находимся 10 лет в состоянии реформ, это явно препятствует университетам в их автономии и в том, что можно назвать самонастройкой. Вузы должны развиваться самостоятельно, а не под давлением извне, тем более зачастую непрофессиональным давлением. И этого не хватает. Нам не хватает времени на то, чтобы завершить собственные инновации, которые у нас есть, и нормально работать над ними. И вы говорите, одна реформа не успевает, а вторая начинается. Нет, они накладываются одна на другую, так что у нас уже многоэтажные слои незаконченных реформ. И это мешает, это снижает качество обучения. Это мы видим по мировым рейтингам. То есть, мы отнюдь не стали продвигаться по этим рейтингам благодаря реформам. Мы благодаря реформам либо топчемся на одном месте, либо наоборот отступаем даже назад. Но в то же время, ну, что-то есть и хорошее. Ну, например, мы там получили европейский грант с тремя украинскими университетами. Два из них входят. То есть, несмотря на то, что вуз частный, это не повлияло? Частный вуз, то, что мы частные вузы, влияет, например, на что? И это безобразие. Наши студенты не получают ни социальных пособий, в отличие, ни стипендий. Мы не получаем бюджетных мест. И будучи такими же налогоплательщиками, как и все остальные. Конечно. И в условиях чрезвычайной ситуации рассматривается вопрос. Вот надо оказать помощь студентам государственных вузов, которые учатся бесплатно, получают стипендию и еще помощь. А такой же студент на такой же программе. Возможно, даже у нас есть семьи, в которых кто-то учится у нас, а кто-то, например, в Латвийском университете. Один получает, второй нет. Да. Из-за одного семья, получается, заплатила налоги и получила возврат какой-то в качестве стипендии или социальной помощи в чрезвычайных ситуациях. А для частных вузов это даже не рассматривается. Нет и нет. Но, к счастью, Евросоюз чаще всего предусматривает возможность получения для всех. Хотя в научной деятельности тоже есть проблемы. Вот у нас был только в этом году по психологии, по научным исследованиям отказ, потому что мы частный вуз. И потому что мы якобы можем извлекать из этого гранта прибыль. Я хотел бы посмотреть и увидеть того человека, который в нынешних условиях получения гранта может из европейского гранта извлечь прибыль. Там расписано всё до, ну не знаю, до сантима. Мы сегодня обсуждали такой грант в нашем колледже. У нас ведь есть ещё колледж бухгалтерии и финансов, куда тоже поступали, они ещё есть. И обсуждали. И идут люди туда учиться. Да, идут. И там мы обсуждали, что можно купить за счёт этого гранта. Вот канцелярские товары можно. Там для презентационных что-то можно и на соответствующую сумму. Полочку в офисе можно, но не дороже, там, например, 30 евро. А что-то просто нельзя. Хотя я бы с удовольствием там купил ещё компьютер, купил бы ещё какую-то программу. Но это просто запрещено грантом. Так попробуйте оттуда извлечь прибыль, которая является препятствием для получения гранта частным вузам. Это удивительно, тем более, что мы знаем, что в мире, если посмотреть на рейтинги, там очень много вверху, если так можно, рейтинговой таблицы частных вузов. Ну, как сказать, например, если это Соединённые Штаты Америки, то среди первой тридцатки, там государственного ни одного нет. Так я же поэтому и говорю, я так дипломатически сказал, то есть там в основном все частные вузы, да. И в Европе очень много частных вузов, таких ведущих мировых. Нельзя сказать, что в Европе очень много, но общая мировая тенденция всё-таки то, что это необходимая часть системы высшего образования. Всемирная торговая организация, они вообще считают, что это предоставление услуг, это должно быть абсолютно открытым, свободным для получения образования, и что это является обязательной частью, ну, скажем, системы высшего образования. Без этого государственные вузы, ну, не всегда могут реализовать свою социальную функцию, или не так быстро её могут реализовать. Кроме того, университеты, ведь на сегодняшний день, это ещё и центры культуры, образования, повышение квалификаций. Вот мы, например, ну, только вчера у нас открылась выставка, очень известная, но она молодая ушла, это Елена Антимонова. Или с Национальной библиотекой Латвии сейчас мы проводим работу над открытием выставки уникальных гравюр Дюрера, которые хранятся и есть в коллекции Национальной академии Латвии. Вот их идентичные копии мы сможем выставить у себя, а потом, может быть, покажем их и в других странах, поскольку там их никогда не показывали. Например, в той же России они не знают, что это сокровищница в нашей национальной библиотеке. И мы уже третью выставку открываем, даже в условиях коронавируса. Может быть, ещё такой вопрос для первой части. Вот как часто вообще, всё-таки вы один из основателей Балтийской международной академии, как часто вообще вот есть необходимость открывать какие-то новые программы, новые направления? Всё-таки, с одной стороны, мы говорим, что образование – это достаточно консервативная, ну, сфера, всё-таки, потому что невозможно так всё поменять и сломать систему. Она инерционная. Инерционная. С другой стороны, понятно, что время идёт вперёд, вы как-то должны подстраиваться и под конъюнктурой, если так можно сказать, рынка. Как часто вообще, раз в 5 лет, раз в 10 лет какие-то новые программы, направления открываются? Здесь есть два варианта. Есть вариант перестройки тех программ, которые уже существуют, и это нормальная, и это должно быть, чтобы не было, что вот мы придумали просто новое название, на него там клюнули, а оно ещё не обеспечено преподавателями, учебными пособиями, пониманием поступающих абитуриентов, что это за программа. Поэтому здесь надо разделять. Наверное, всё-таки модернизация, совершенствование программ здесь первично. А вот поиск тех направлений, которые могут быть интересными с планированием будущего, это зависит, конечно, уже от управления вузами, от того, как это назвать. Мода всё равно существует. Вообще в образовании есть ещё и понятие не просто призвания, как мы говорили с вами, но есть ещё и понятие моды. И за 30 лет, которые мы уже через год будем отмечать, такие моды были периодами. Почти как в женской моде. Мини, миди, макси. А потом, ну, дошли до макси, надо возвращаться. Надо возвращаться. Опять начинаем поднимать там мини, макси или миди, ещё что-то так. И в образовании. Понятно, что при переходе, например, на рыночное хозяйство скачкообразно возросла потребность, например, в специалистах по управлению. И в мире это самые большие программы. Чуть ли не третьи. Управленцы, как такая. Управленцы, те, которые к ним примыкают, там, это и финансисты, это… Менеджеры в какой-то степени, да. Вот их до трети в мире всё равно. Ну, это и нормально. Ну, в устоявшемся рыночном хозяйстве, где есть уже смена поколений, кто-то уходит на пенсию, значит, освобождаются рабочие места, кто-то уходит на повышение, кто-то уезжает в другие страны. Вот такая мода она есть. Но есть вне модные профессии, вот такие, как управление. Или юристы. Мы живём в юридическом мире. Мы запутаны этими юридическими договорами. Да, ни шаг невозможно сделать ни одного шага без договора, без тех или иных нормативных актов. Станислав Буко у нас в студии. Не переключайтесь, буквально короткая пауза. Добрый день ещё. Станислав Буко у нас в студии. Сочи, идитель Балтийской международной академии, одного из действительно старейших частных вузов в Латвии. Я бы сказал, даже самый, наверное, старейший, да? На сегодняшний день, да, конечно. Да, вот мы подошли к такому важному моменту. Многие, может быть, из выпускников школ, которые по разным причинам взяли паузу, может быть, пандемия повлияла. Может быть, те, кто закончил школу в предыдущие годы и всё-таки сейчас решил получить высшее образование. Я так понимаю, что для них есть возможность. И сейчас ещё приём продолжается, да? Да, практически все университеты Латвии продолжают приём. И мы, конечно, продолжаем. Тем более, есть программы, которые реализуются модульно. Для этого не обязательно поступить только в сентябре или в начале октября и слушать лекции до конца. Чаще всего модули включают несколько недель или пару-тройку месяцев. И поэтому здесь вы ничего ещё не потеряли, если придёте в вузы и начнёте учиться. А вот приобретения у вас, конечно, должны быть. И это приобретение вы не теряете время собственной жизни, тем более в таких сложных условиях. Есть шанс подготовиться к тому, что будет дальше. Потому что последствия коронавируса, конечно, они скажутся на всех системах образования во всём мире. Да, понятно, что экономический кризис ударит и по системе образования, это же ясно. Ну и не только экономический. Он просто ускорил процессы, которые назревали, но не состоялись. Если вернуться лет на 30 назад, то тогда считалось, что дистанционное образование победит через 5-10 лет безоговорочно и окончательно, и всё будет. Этого не произошло, и на сегодняшний день этого не может произойти. Потому что университеты – это всё-таки и место, о чём я уже говорил, это работа в команде, работа в международной команде. Это понимание и того, что не всё заканчивается только аудиторией. Это и атмосфера ВУЗа, это встречи на перерывах, это дискуссии, это быстрая реакция на многое. Да, интернет и веб-среда – это позволяют уже во многом делать, но всё равно это ещё не заменяет полностью вот те плюсы, которые есть. И у мировых рейтинга на первых местах всё равно те ВУЗы, при том с большим отрывом, там дистанционные где-то, но в лучшем случае кто-то появляется на 300-500 месте. Все остальные – это те ВУЗы, которые используют инструменты, связанные с цифровой средой или с веб-средой, и в то же время учат контактно. Вот этот вопрос тоже вам нередко задают. Тут, с одной стороны, мы знаем, что вообще профессорский, преподавательский состав стареет. Это, понятно, объективная реальность, с одной стороны. С другой стороны, вроде бы и общее количество студентов в Латвии за последние годы снизилось в силу демографической ситуации, тоже более объективный процесс, и кто-то может сказать, что, может быть, нам такого количества преподавателей не надо. Что касается вашего ВУЗа, какой у вас, не знаю, баланс уже преподавателей, ну, скажем, умудренных опытом и молодых преподавателей? Ну, наверное, надо сказать, что Латвия, к сожалению, ну, дестимулировала многие годы профессию преподавателя высшей школы. И это не только с точки зрения оплаты, но и престижа, и понимания. И мы занимаем и по финансированию науки, а ВУЗы – это всё-таки и наука, это единство науки и обучения. Латвия очень резко отстаёт. И смена молодых преподавателей, она приходит очень постепенно. К сожалению, наоборот, старшее поколение преподавателей, о которых можно сказать, что вот на них идут учиться. И у нас есть программы, вот только, ну, буквально на прошлой неделе у меня на приёме была, ну, выпускница бакалавской программы, которая шла в магистратуру, она сказала, конечно, мы идём вот на такого-то руководителя программы, той же психологии или того же туризма, или того же дизайна, мы идём на них. Всё персонифицировано, буквально как доктору, да? Да. Я вообще считал, что, ну, этот период уже почти прошёл, но оказалось, что это работает. Во-вторых, есть понимание того, что эти люди, которые приходят в преподавание или в науку, они есть. Ну, например, у нас ведь есть вся вертикаль, начиная от колледжа и заканчивая докторантурами, промоционными советами по экономике и управлению или по юриспруденции. Вот, по экономике у нас защитилось 16 докторских диссертаций, иногда уникальных, которых в Латвии вообще никогда не было. 16? 16 докторов. Это при том, что всегда считал, что у нас вот с экономистами, такими докторами наук, ну... Да вообще, у нас со всеми докторами плохо, и мы резко отстаём, как Латвия, и стимулируем, опять-таки, по принципу государственным вузам мы дадим на докторантов, а частным не дадим, как будто наука тоже разделена на государственное и негосударственное. Но у нас защищались в этом году и тоже по удалёнке. Например, из Коста-Рики докторант защитил диссертацию. Или два года... Из Коста-Рики? Да. А в прошлом... На английском, видимо, защищался. Да, на английском, конечно. Комиссия была здесь, он был там. Два года назад у нас... Интересно, какую тему надо будет потом узнать. Защитился. Одна там была по управлению, ну, отраслю дронов. У нас защитился два года назад с Тайваня докторант. Так вот, среди докторантов вырастают и преподаватели. Из 16, я только это считал, получилось, что 6,5-7 ещё думает, может ли он преподавать, хочет ли он преподавать, можно ли это совместить с другой работой, что это можно делать. Вот такое поколение. А вот старшая, к сожалению, уходит. Мы за месяц потеряли трёх ведущих в Латвии профессоров. И Монтакертовского, бывшего директора Института экономики, Татьяну Голубкову, и буквально два дня назад Ларису Игнатьеву, которую знают все русские учителя Латвии. И мне и сейчас хочется выразить соболезнования семьям. Ну, вот так произошло. Да, это принцип потери, да. Но это потери, поэтому смена – это проблема. Если мы говорим вообще о ВУЗе, ну, всё-таки это есть даже не представление, такие стандарты, что ВУЗ пытается заниматься ещё научной работой, и насколько это вот реально вот в рамках частного ВУЗа, ну, в такой небольшой стране Латвии? Я думаю, что, во-первых, нельзя разорвать, если это ВУЗ даже под названием прикладной, University of Applied Sciences, и тем более университеты. Здесь, если преподаватель, ведущий преподаватель не занимается наукой, значит, там уже будут проблемы с качеством. Потому что наука означает, что сам преподаватель на острие, не просто в тонусе. В тонусе можно себя поддерживать, можно знать литературу, можно читать, и это не самый плохой вариант. Но наука позволяет быть на острие и передавать, или показывать, что могут студенты, если заниматься этой наукой. У нас есть научные лаборатории, результаты которых публикуются в ведущих журналах Европы и мира, и на конференциях, например, по той же психологии. Мы только сейчас обсуждаем… У нас есть научные журналы, которые тоже входят в цитируемые базы, и мы стараемся, чтобы они вошли в тот же Scopus, или Web of Science, или Erich Plus. Это такие международные научные журналы. Да, у нас есть научные конференции, на которые приезжают специалисты. Приезжали, но мы проводим уже и в этом году проводили виртуальные, в том числе и студенческие конференции виртуальные, удалённые. Поэтому наука является одним из главных критериев и требований для преподавателей, потому что нельзя избрать ни доцента, ни ассоциированным профессором, ни профессором, если нет научных публикаций. Это общая мировая тенденция, это не Латвия и её требования. Мы, наоборот, здесь, пожалуй, запаздываем. И в Латвии очень мало журналов, которые входят в ведущие базы. Да, меня не поймут, если я не спрошу о таком языковом вопросе. К сожалению, некоторое время тому назад мы стали, наверное, такой единственной страной, ну, пока не имея в регионе, где покончили или пытались покончить с русским языком высшем образовании. В том числе в частном как-то неудивительно, поскольку я помню, что вы приходили сюда и приводили пример Литву, Эстонию, Польшу даже. Было решение Конституционного суда. Да, мы тоже в своё время в эфире об этом и с вами говорили, где Конституционный суд всё-таки обязал правительство и сей внести соответствующие коррекции, ну, чтобы таким вот образом не нарушались и права обучающихся, и вузов. Ну, я так понимаю, есть определённый запрос ещё в Европейский суд в Люксембурге по поводу частного бизнеса. Что сейчас? Вот те студенты, которые ещё до принятия вот этого печально известного закона господин Шадурский учились на русском, они доучиваются на русском языке, ну, буквально, скажем так. До 2022 года мы можем доучивать и старшие курсы, и преподавать на них, а значит, и обеспечивать уровень, и обеспечивать в том числе и литературой, и учебной литературой, учебными пособиями и на русском языке. И аккредитационные комиссии тоже говорят об этом, что раз вы учите, допустим, на английском языке, значит, у вас должно быть всё учебно-методическое обеспечение и на английском языке. На русском доучиваете, значит, для старших курсов тоже это должно быть. На государственном языке понятно то же самое. Ситуация на сегодняшний день осталась такой же, как она была и несколько месяцев назад, когда Конституционный суд принял решение по двум вопросам, а по двум другим отложил и впервые, наверное, в истории Латвийского Конституционного суда сделал запросы в Европейский суд за разъяснениями. Думаю, что некоторые из этих разъяснений могут быть и принципиальными для всего Европейского Союза, потому что это вопрос об автономии в вузах, он для всех важен, и в зависимости от того, что примет Европейский суд, а его решения в данном случае, я надеюсь, будут обязательными, в отличие от Венецианской комиссии. Да, это рекомендательный характер. Мы же знаем, что мы получили заключение, а наше министерство сказало, а это имеет рекомендательный характер, а у нас есть решение Конституционного суда, и мы будем делать так, как мы хотим для частных школ, средних. Поэтому пока ответа из Европейского суда нет, мы исходим из того, что действует на сегодняшний день так называемая девятая статья закона об образовании, в которой записано, что только в государственных вузах есть ограничения по языку. Другое дело, что мы не можем без открытия лицензий, в которых указан язык обучения, сегодня сказать, что мы начинаем обучение на первом курсе. Но мы считаем, что есть у нас возможность использовать наш потенциал и права, и требования учащихся, то есть студентов, получать разъяснения, получать консультации на том языке, который позволяет им освоить предмет и получить более качественное образование, если они так считают и платят за это. То есть это так, чтобы понимали, что те студенты, которые нас слушают, потенциальные студенты, что если они поступают, например, на латышскую программу, потому что сейчас они могут поступить только на латышскую, на английскую программу, если у них возникает какая-то необходимость понять больше терминологию, специфику, есть предметы очень сложные, то такая возможность у них будет, к примеру, и на русском языке. Да, конечно, мы окажем такую помощь, и ведь есть такая поговорка, что там и дьявол, и Бог скрываются в деталях. В образовании точно так же. Иногда от слова, ну представьте, психолога, который не может работать с пациентом, с клиентом, полностью понимая всю его специфику, которую тот не может выразить на другом языке. Это ведь можно и получить результат прямо противоположный тому, что хочется. В нюансах, да, это очень важно. Я бы скрывается в нюансах, и в профессиях в особенности. Вот что касается оплаты обучения, понятно, что те студенты, которые идут в частный вуз, они представляют, что это платная услуга, скажем так. Можно брать кредиты, да, то есть есть разные возможности, да, платить по частям. Ну, во-первых, я бы сказал, что больше всего денег за обучение берут государственные вузы, и самые большие вузы, берущие оплату, это Латвийский университет, это Технический университет, это Университет Страдыня, а не только частные вузы. Поэтому большинство платных мест расположены в государственных вузах, и это, конечно, мешает конкуренции. Представьте, у одного есть преимущество заранее, финансовое еще какое-то, а соревноваться мы должны на общих условиях. У одного гири на ногах, а второго все хорошо и замечательно. И еще ограничивают в возможностях языка образования. И языка, и по науке, как я уже говорил, по получению грантов, и по пособиям, которые возможны. Поэтому, конечно, для нас это все сложнее. Но в этом году, насколько я знаю, по другим вузам почти никто не повышал стоимость обучения, или это были коррекционные изменения. Мы не изменяли стоимость обучения. Она в Латвийской Республике невысокая за счет вот такой искаженной конкуренции, я бы сказал. Потому что в большинстве других стран, если считать и обучение особенное, и проживание, оно будет дороже, чем в Латвии. Да, может быть, такой последний вопрос, что касается перспектив. Как вы вообще смотрите на перспективы высшего образования в Латвии? Во-первых, исходя из вашего колоссального опыта, еще я помню и в советское время работы в государственной системе высшего образования, теперь со счетом всех этих нюансов. В демографической ситуации понятно, что страна маленькая, довольно высокая плотность вузов. Это тоже нужно признать. Что дальше? Как это дальше будет развиваться? Мы видим, что три вуза государственных пытаются каким-то образом, я не знаю, создать нечто вроде консорциума, какой-то там, не знаю, такой единой какой-то системы. Ну, конечно, это все все равно признают, даже если ругают министра или ругают систему, что в Латвийской Республике излишнее количество государственных вузов. И с точки зрения управления и престижности, и присутствия на международном рынке реформа нужна. И мы, как обычно, к сожалению, и в других сферах здесь или стреляем себе в ногу или в голову, а потом еще раз стреляем в ту же голову, то, что это как-то пролетает, ничего не повредив этот выстрел или эта пуля. Мозг не задевает. Да, не задевает. И опять стреляем, и это довольно интересно. Поэтому реформу все равно надо закончить. Все остальные ее смогли сделать, как на Западе, так и на Востоке, как в других странах Прибалтики. И в первую очередь в государственные. Здесь нововведения или изменения в законодательстве, они еще окончательно не приняты, они предполагают резкое изменение управления государственными вузами. Не уверен, что это даст положительный результат в наших реалиях. То, что касается частных вузов, да, мы можем это видеть, у нас ведь есть еще филиалы во всех регионах. И вот только сегодня у меня была делегация, или я приглашал на обсуждение из Даугавпилса, поскольку для филиалов это еще сложнее. Это маленькие города. У нас и Даугавпилс, и Смилтоне. В одних идет над преимуществом одного языка, в других идет только на латышском языке. Ну, например, Смилтоне, Екопилс. А в Даугавпилсе востребовано больше билингуально, при том с акцентом, конечно, на русский язык. Для них это их часть жизни. Вот для них это проблема. И для нас тоже будущее филиалов. Что они смогут предложить, а в них тоже есть востребованность. Это место, еще раз повторюсь, университеты или наша академия, не только обучение. Это место, куда они приходят, как второй дом, где они могут получить ответы, где они могут получить контакт доброжелательный от преподавателей, от администрации. Это действительно для многих второй дом. И это важно. И в то же время это еще и коллектив обучающихся. Ну, вот филиалы в Латвии не только наши, хотя у нас, наверное, их почти больше, чем у других. Может быть, еще Туриба, может, еще Латвийский университет по количеству. Поэтому здесь, наверное, тоже будет перестройка. Но это потеря и для регионов, если исчезнут там филиалы, или если бы исчезли региональные вузы. Они системообразующие, культурно, и в то же время национально, как ни странно. Потому что потеря их прививодит или является угрозой национальной идентичности, ну, в более широком смысле, чем узко вот национально. Это тоже должно, наверное, происходить. Если мы не подрубим, ну, своим, ну, таким, безразличным отношением экспорта, образования, может быть, Латвии, ну, еще увеличится доля иностранных студентов. Но на сегодняшний день Латвия, ну, буквально демонстрирует, что, ну, там приедут, приедут, не приедут, не приедут. Там мы отменили вам в марте или феврале месяце приемы в консульском отделе. Ну, а мы их и не перенесем. Записывайтесь заново. Помощи мы никакой особенной не оказываем. То есть нам ничего не надо, да, ни экспорт студентов? Нет, ну, нам было бы хорошо, если бы это было с Запада. И здесь очень положительный пример, я о нем каждый раз говорю, того же Страдыни университета. Попытка его распространить на все другие учебные заведения, она, ну, такая некорректная и неправильная. Нельзя этот фокус повторить в других направлениях. Поэтому здесь это один из шансов получения и средств для финансирования, в том числе и науки, и обучения, и развития вузов. Мы ведь меняем программное обеспечение, мы меняем компьютеры, мы закупаем книги. Уже не говоря о том, что образование – это такой очень эффективный способ, ну, не знаю, лоббирования своих интересов в народной дипломатии. Мягкой силой, в том числе и Латвии. И это очень важно. Потому что ясно, что те, кто учились здесь, они каким-то образом будут, ну, такими проводниками вот и бизнес-контактов, и человеческих контактов. И здесь, если до этого мы улыбались и говорили, что это выстрел себе в голову, то в таком случае мы стреляем в свое будущее. Если мы отказываемся от этих контактов, которые позволяют потом развиваться сотрудничеству, бизнесу, культуре, туризму, просто человеческим отношениям, в будущем, если мы этого не делаем. Вот поддержки, к сожалению, такой практически нет. Так же, как, ну вот мы, мы сохранили полностью всех сотрудников в период коронавируса. Мы выплачивали все заработные платы. А это означает, что мы не можем получать никаких пособий, мы не можем компенсации получать, ничего. Мы сохранили, а тогда хорошо, значит, вам ничего не полагается. А те, кто не сохранил, закрылся, им, наверное, полагается. Да, но здесь, мне кажется, все-таки логики и какой-то справедливости не хватает. Будем на это рассчитывать, что все-таки здравый смысл победит. В итоге, Станислав Буко у нас был в студии, и большое спасибо. Спасибо. Спасибо.